С первых минут матча с «Уралочкой» НТМК подмосковные волейболистки задали нужный темп, при котором чувствовали себя уверенно. Хозяева площадки повели в счете и лишь увеличивали отрыв точными атаками Валерия Гончаровой и Марии Воробьевой. На первый и второй технические перерывы за речью ушло с преимуществом в счете, не оставив шансов «Уралочки» НТМК и в финальном отрезке партии. Выиграв первый сет, одинцовские волейболистки легко и уверенно открыли счет во втором, однако гости из Свердловской области быстро вернулись в игру, подогреваемые громкими замечаниями наставника Николая Карполя. Вторая партия осталась за гостями, в третьей развернулась настоящая борьба. Зареченки не собирались уступать игру, упорно боролись, но догнать соперниц не смогли. Матч хороший, две сильные команды, хорошие тренеры, которые уже пересекались друг с другом перед этим. Вообще мы впервые в этом зале, ну лично я, я очень доволен игрой. Неплохая игра, да, на удачи не хватает, вот так хорошо все. Вообще хочется пятой партии, чтобы выиграли, так я надеюсь на них. В начале четвертой партии Заречи вновь впереди. Кажется, волейболистки смогли собраться силами, чтобы дать отпор Уралочке. Зрители в напряжении, будет ли пятый сет и сумеет ли Одинцовская Заречи обыграть подопечных Николая Карполя, одну из самых титуловных команд в отечественном волейболе. Неудобный соперник показывает зубы и вот уже Заречи в роли догоняющей стороны. Атака за атакой, отыгранный сетбол, сетка, ошибка на подаче и точка в домашнем матче. В сетку в конце у нас уже какую игру, на самом деле, уже что с Динамо Москвой, что с предыдущей игрой, у нас постоянно последнее очко, подача в сетку. Но я думаю, что просто девчонки выходят на подачу и рискуют, у них поставлена задача рисковать, а не просто перекинуть мяч и чтобы нам потом забили. Так что мы боремся до конца. Это практически первая игра, где мы практически не делали замен. Замены были незначительные, мы нашли состав, определили его. До этого у нас не было состава. Мы меняли, то один игрок, а в некоторых играх играло по три связующие. Поэтому было тяжело. А это все зависело еще от того, что очень поздно вернулись игроки сборной. Понимаете, сегодня у нас девятая игра. Два месяца прошло, как они вернулись от начала чемпионата. Два месяца на вкатывание. Поэтому я сегодня доволен, удовлетворен именно тем, что мы нашли связи между игроками. Следующий домашний матч «Заречья Одинцова» проведет 17 декабря. Соперником станет Краснодарская «Динамо». Начало встречи в 18.00. Место прежнее – волейбольно-спортивный комплекс города Одинцова.